Добрый вечер, Гомель! Этим эфиром мы продолжаем цикл телевизионных программ, посвященных 80-летию Гомельской области. И сегодня в центре внимания Ельский район. Этот по-своему интересный и примечательный уголок Полесья – невероятно хлебосольный, самобытный и щедрый на обычаи. Он славится трудолюбивыми и талантливыми людьми. На самом юге Беларуси, на границе с Украиной, размещен Ельский район. Он соседствует с Мозырским, Лельчицким, Наравлянским районами и по площади занимает 18-е место в Гомельской области. Население района более 15 тысяч человек. Из них горожан чуть более 9 тысяч. В Ельском районе 65 населенных пунктов, из которых лишь Ельский является городом. Об интересных исторических фактах и сегодняшнем дне о главных достижениях и гордости района – сегодня в программе. Дорогие друзья, я представляю гостей в студии. Знакомьтесь, пожалуйста. Заместитель председателя Ельского районного исполнительного комитета Галина Михайловна Ильюк. Добрый вечер, Галина Михайловна. Добрый вечер. И Татьяна Кашевич, директор Ельского краеведческого музея. Добрый вечер. Добрый вечер. Галина Михайловна, визитка Ельского района, предложенная нами, ну, понятно, не могла уместить все интересные факты. Чем бы вы дополнили информационную картину Ельщины? О чем важно знать зрителям? Вы правильно отметили, что Ельщина – это интересный и примечательный уголок Полесья. Скромный и неприметный внешне, он в то же время щедро своими обычаями, своими трудолюбивыми, талантливыми, доброжелательными людьми. Район имеет многовековую историю, включая разрушительные войны и чернобыльскую трагедию. Но, несмотря на трудности, мы набираем темпы позитивного движения вперед. Развивается промышленность, сельское хозяйство, строится жилье. Ну и, конечно же, район имеет разветвленную социальную инфраструктуру. Спасибо, Галина Михайловна. У Ельска были и другие названия – Каролин и Николаев. И даже район назывался долгое время, достаточно долгое – Каролинский. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а в честь кого так был назван район и город? Почему были такие названия и почему в итоге пришли к названию Ельск? Да, на самом деле так это и было. В словаре географическом Королевства Польского указано, что Ельск известен 16-го столетия. И принадлежал когда-то он древнейшему французскому роду спадов, которые прибыли в наше такое маленькое совсем местечко в результате религиозных гонений. Затем они продают это местечко помещику Аскерка и уже по нашей полевской легенде. Якобы у Аскерка была дочь Каролина и в честь дочери Каролины он решил переименовать Ельск Каролином. И уже долгое время в исторических документах значилось Ельск или Каролин и Каролинская волость. И вот в 1915 году, 9 марта, Мозорский уездный предводитель дворянства пишет письмо в Минское губернское присутствие, в котором якобы крестьяне собрали сход и решили переименовать Ельск Каролин в честь царя Николая. И буквально несколько дней и 15 марта уже выходит документ о том, что Ельск Каролин переименован в Николаев. Но крестьяне не хотели с этим мириться. Не остановились. Не остановились. Два года было тяжело. Они писали письма прямо в Минск. Там тоже не очень хотели рассматривать эти документы, эти заявления, эти жалобы все бесконечные. Но, однако же, пришлось. И 26 октября 1917 года, наконец-то, эта жалоба крестьян ложится на стол на рассмотрение министру внутренних дел. Но, само собой, это все отпало, потому что свершилась Великая Октябрьская революция, и нашему Ельску было вернуто настоящее название Ельск. В общем-то, ну, такой интересный факт, очень долгое время мы назывались Ельском, а Волость была Каролинска. Каролинска. До 1931 года. И только в 1931 году были, естественно, наверное, все переоформленные документы соответствующие. И вот уже мы, Ельский район и город Ельск в настоящее время. Вы рассказываете, у меня сразу вопросы рождаются. Французы остались на Ельской земле, скажите мне? Вы знаете, нет, но... Потомки наверняка есть. Вы знаете, ну, в общем-то, я, например, и вот многие из нас не наслышаны, но... Есть предположение, что почему французам спадом? Они произошли от рода ельских. И еще, есть ли елки в Ельском районе? Вы знаете, что очень часто задают такой вопрос, растут ли у нас вас ели? Нет, так бы, ели-то растут, но не так их много, чтобы в честь, например, там, потому как местность много ели, и она Ельск. Нет, скорее всего, это от фамилии Ельских. Каковы сильные стороны, скажем так, Ельского района? Вот конкурентное преимущество Ельского района? Ну, наверное, я отвечу... Кроме гостеприимства. Ну, гостеприимства, само собой, да. Это вне конкуренции. Я скажу так, что ведь в нашем городе, в нашем районе есть железная дорога, проходит через наш район, так? Железнодорожная станция, которая связывает нас с Украиной и с Россией. Проходит автомагистраль, тоже, которая связывает нас с Украиной и с Россией. И, конечно же, да, контакты, и, конечно же, вот такие преимущества нашего района. Спасибо. А знает ли об истории современности родного края, Галина Михайловна, подрастающее поколение? И какая роль в этом отводится недавно выпущенному спутнику букваря Ельщина от А до Я? Конечно же, прививать любовь к родному краю с начальных классов, с малого возраста – цель наших сегодня педагогов. Поэтому творческой группой учителей начальных классов нашего района было разработано авторское пособие. Это учебник «Ельщина от А до Я – это родина моя» для детей младшего школьного возраста. На страницах учебника размещены не только исторические материалы о Ельском районе, но и информация о знаменитых людях Ельщины, о названии деревень и рек Ельского района. Также здесь имеется у нас местная информация, словарь местного диалекта. Размещены стихотворения учеников и учителей. Да, самих ребят, также их рисунки детей. В общем, для того сделано все, чтобы маленькие дети с удовольствием познавали историю своего родного края. Причем вот на своих же примерах открываешь буквы и все знаешь. Совершенно верно, совершенно верно. Очень много и фотографий, и рисунков в данном учебнике. Ну и как продолжение данного учебника разработано пособие, которое называется «Спутник бутваря». Да, тоже Ельщина от ада «Я, это родина моя», на страницах которого размещена информация, историческая информация о названиях населенных пунктах и жителях Ельского района. Тоже с приведением цифр и так далее. Работа совместно с нашим краеведческим музеем. Это огромная работа. Скажите, вот эта инициатива, она была позаимствована в каком-то районе, где-то подсмотрена или это ваше собственное, личное? Это наша собственная разработка, и вы знаете, наши педагоги не останавливаются на достигнутом. В данный момент у нас проходит районный фестиваль на пиузе Майородной, который посвященный освобождению Ельского района от немецко-фашистских захватчиков. И это тоже будет какое-то пособие, да? Да, но это будет тоже, то есть идет, продолжается творческий данный проект. Спасибо, это очень интересно, и мне кажется, это достойно подражания и, конечно, аплодисментов. Любой, кто побывал на Ельщине, отметит гостеприимство жителей этого уголка Музырского полесья. Правда ли, что местные жители настолько хлебосольны, что эту особенность решено было закрепить в номинации фестиваля «Грай-гармоник»? Совершенно верно. Один раз в два года в Ельске проходит региональный фестиваль гармонистов «Грай-гармоник», который собирает гармонистов не только из области, но и из республики и стран ближнего зарубежья. И данный фестиваль является брендом нашего района. В рамках данного фестиваля проходят у нас сельские подворья, которые предлагают... Галина Михайловна, простите, то есть наряду с исполнением частушек, каких-то музыкальных произведений, еще и осмотр подворья, да? Да, да, работают, совершенно верно, работают сельские подворья, которые предлагают гостям фестиваля попробовать блюда национальной кухни, а также блюда, которые являются традиционными для нашего района. Совершенно верно, которые мы сегодня в том числе представляем у вас в студии. Я просто уверена, что на Ельщине готовят какие-то особенные блюда, и наверняка среди них есть такие, которые готовят только на Ельщине. Давайте спросим об этом. Я приглашаю в студию Людмилу Матузской и Марину Щербакову, которые представят квасовку. Красота. Спасибо за такие слова. Ельщина хлебосольная, она, гляньте, и драничка напекла, и он пирог який смашный. А это же творожок какой-то. А это творожок, а еще ж булочки с маком. И булочки колбаски. Ой, это же вообще, да не обыкновенные колбаски, они ж с картошечки, не просто с мясом. А это ж огурцы как корнишоны, малюсенькие, ельские огурчики. Ой, наши хозяйки-то такие закатывают. А грибочки, посмотрите, только что с леса. Это же он, красота. Ну не только что, наверное, этим летом, да, или осенью. Вот так, скажите мне, пожалуйста, где же то блюдо, которое характерно исключительно для Ельского района? Это вот секретное, да? Конечно же. Так, открывайте, будем смотреть. Вот она наша, самая вкусная. Так как правильно, квасовка, квасовня, как правильно? В моем родственном окружении блюдо это известно как квасовка. Так. Это рецепт бабушки и моей мамы. Так это ельский рецепт или из какой-то деревни Ельского района? Ну, Ельского района. Каждой деревне, мы по секрету скажем, хозяйка по-разному называла. Где квасовня, где квашня, а где якут-якуту нашей Николайовны? Квасовка. Квасовка. Марина, скажите, это первое, второе или десерт? А вы спочатку поспытайте его, и потом мне сами откажете. Добро, давайте, ты мне калиласка. Потому что кто хотел, тот его брал как первое, потому что оно трошки солененькое, и от супчик можно ложечкой черпаем. Из зуб каша называется. А кто хотел подъесться плотненько, так он одну кашу ел, поэтому можно и за вторым. А я кто сильно солодкого хотел? Ой, так чуды ж метку добавил, да сахарку, да вот тебе десерт. Давайте буду пробовать, так рассказываю, что просто невозможно удержаться. Так, я определяю, первое, второе или компот. Ну, как по мне, так может быть и первым, и вторым десертом. О, да еще и с булочкой. Тем более у нас, когда идет праздник какой-то, мы же на своем подворье к нам сразу заходят и сразу пытают. А у вас к пошовне есть чем-то? Сразу доедет. И жажду утолить. И жажду утолить. И прохладу даст, да. А если зимой, то и согреет. Конечно. Ее можно и теплой, и холодной. И так, и так. Да и шесть, и у постные дни можно ее поспитать. Можно, да. Марина, посмотрите, сколько рук, посмотрите, сколько рук. Да, 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 особенно третий ряд просит. Да, дайте, пожалуйста, пробовать. Надо, надо, да я еще и ложку поздоровей возьму. Да, пока Марина угощает зрителей, Людмила, вы скажите, а какие же ингредиенты используются при приготовлении? Вода, пшено. Так, вы расскажите, я буду пробовать. Пшено и чуть-чуть риса. И когда вот смоешь уже водичкой, потом, когда там потомится немножко, надо добавить сыворотку. Для кислинки. Для кислинки, чтобы и черника, ягода. Если есть сухая, сухая. Если замороженная, можно замороженную. Можно замороженную и свежую. Да, и я немножко еще добавляю в этот суп кашу, ну, квасовню, эту квасовку, добавляю изюм и сахар. Ну, это очень вкусно, это правда. Даже можно и мед, можно есть в его и пост. Это очень вкусно, правильно я говорю, да? Аплодисменты. Скажите, вот вы утверждаете, что это блюдо можно только на Ельщине пробовать? Только на Ельщине, больше нигде. Приезжайте к нам на все наши праздники, на все на фестиваль. Только у нас его и попробуете. Спасибо, Людмила, Марина, проходите, пожалуйста, занимайте место. У каждого региона есть свои бренды, а у Ельского их несколько. И мне кажется, что постоянно действующая экспозиция Ельский фартушок одна из них. Я приглашаю в студию Ирину Хатько, библиотекаря Ельской районной центральной библиотеки. Ирина, добрый вечер. Здравствуйте. 72 квадратных метра занимает экспозиция Ельский фартушок. Это большая коллекция. Что в ее составе? Только ли фартушки? Да, экспозиция поистине большая, потому что на сегодняшний момент в ней находится около 400 экземпляров. И на 72 квадратных метра это достаточно большое количество. Нет, помимо фартушков, которые составляют основу нашей экспозиции, у нас огромное количество рушничков. Также скатерти, простыни, салфеточки, радюшки, покрышки или накидки на подушке, неважно, у нас называют и так, и так. Два червоных кута, занавесочки, домотканные, вот вы наблюдаете, половички. Огромное количество разной вышивки. То, что называется домашним текстилем. Да, да. Прекрасно. А в чем особенность ельских фартушков, рушничков, половичков и так далее? Вы знаете, на территории Ельска проживают не только белорусы. Украинцы, литовцы, россияне, поляки, немцы. Теперь мы знаем, что и французы наверняка. Будем надеяться. И все они принесли какой-то след в технику вышивки, скажем так. И, наверное, в подбор цветов. Да, и в разнообразие узоров тоже. Поэтому ельская вышивка – это своеобразный симбиоз стилей и направлений, которые соединяют в себе и нежность, и буйство красок, и лаконичную простоту. И просто вот радует глаз. Ирина, это действительно так. Но вот проект «Ельский фартушок» был представлен президенту Республики Беларусь. Какую оценку он дал экспозиции? Да, действительно, в 2016 году наш президент посетил Ельский район. И очень остался доволен нашей выставкой. Мы ее экспонировали в Добрынском культурном спортивном центре, который он посетил. И он сказал, что нашей выставке место в столице. Так, и вы показывали все в столице. В этом же году, да, мы получили приглашение в Дворец независимости, где проходили праздничные мероприятия Дню независимости Республики Беларусь. И жители Республики могли любоваться ельскими фартушками, рушниками и прочими изделиями. Он может ими любоваться в любой момент. Наша экспозиция открыта, бесплатно, с 10 утра до 7 вечера, без обеда. И выходных. И выходных. У нас огромное множество экскурсий и выездов, и в Гобеле. Здесь не раз мы выставлялись, и в Богочеве были. То есть приезжаете в Ельск, и вы все увидите. К нам приезжают с Украины, с России. Я не могу представить все то многообразие. Понятно, здесь малая часть. Здесь даже нет одной десятой части того, что у нас имеется. Спасибо. Ирина, скажите, а вот проект Матулина Хустинка – это логическое продолжение ельского фартушка? Безусловно. Платок вообще является, ну, не основным, но, как бы сказать, завершенным, логически завершенным элементом национального костюма женщины, сельской женщины, скорее всего. Ирина, я прямо сейчас приглашу в студию девочку, и, думаю, вы не откажете в том, чтобы показать несколько способов повязывания платка. Проходи, пожалуйста, дорогая. Конечно. Как вам удобно? Вот платки. Как тебя зовут? София. София у нас в гостях. Как стать Софией, чтобы… Может быть, вы сюда? Давайте я выпью, да. Стоит отметить, что София у нас еще юная девочка. И на девочку нельзя было завязывать никаким другим способом, кроме вот так. Кстати, у меня в руках… Под бородой, да? Под бородой. Или же в холодное время вокруг шеи. Это единственные два способа, которые позволялось носить маленькой девочке. Кстати, у нас две прекрасные модели – Людмила и Марина. У них уникальный способ завязки. И он сочетает в себе и белорусский, и украинский стили. Это как-то называется или просто способ повязывания платка? Просто на замужнюю женщину. Все, поняла. На замужнюю женщину. Только замужняя женщина позволяла себе вот так завязать. Не старая, а замужняя. Замужняя. Когда уже было жарко, скажем, летом при работе, уже юным девочкам можно было завязывать вот так сынку. Маленьким девочкам завязывать так нельзя было. Вот так. А юным девушкам, скажем так, до замужества можно было завязывать вот так. Вот так до замужества завязывать к сынку нельзя было девушке. И перейдем… Сколько всего интересного. Да, перейдем все-таки к более уже взрослым девушкам, женщинам, уже замужним. Ну, представим, да? Сталым, скажем, да, представим. Самый распространенный, конечно, способ. Это способ, меня все поддержат, на салуху. А правильно, по-научному он называется рожки. А вот то, что махры эти прямо на лицо. Я сейчас покажу. Дело в том, что это еще один способ завязывания с китицами. Наши хусточки, которые не махры у нас на ельщине, они называются китицы. Китицы. Да, тоже такое старое интересное название. Тоже один из способов повязывания. Китицы на лицо. Оно также завязывается с одним только но. Косичка. Вот, вот, вот. Косичка туда. Обязательно китицы клались на лицо. Прям как вуаль получается из китиц. Концы заправлялись, чтобы не торчали. Придавалось какой-то образ. И обязательно оставлялся свободным хвостом, скажем так. Слушайте, как здорово. Так, вот такой вот способ. Я тебе немножко накрою, ты не бойся. Он, конечно, кажется очень устрашающим, но ты не бойся. Поначалу устрашающим. Косынка немножко великовата, но я попробую справиться. Придержи, моя хорошая, вот здесь вот такая. Давайте я придержу, да, София. Так, я поняла. Если кому-то надо научиться вязать платки, это в Ельск. Это, пожалуйста, к этим специалистам замечательным. И делаем просто тюрбанчик. Ух, какая красота! Можно, когда косыночка немножко меньшего размера. Она своеобразная, но тем не менее наши носили. Получилось, да, из платка? Бабушки и дедушки носили. Какая красота! Но, если косыночка поменьше, здесь тоже можно создать обруч, и тогда будет, можно, вот так вот можно носить. Ой, какая София красавица! Просто прекрасно! Спасибо вам большое! Спасибо! Нет ничего более ценного для народа, чем его традиции. Они помогают сохранить связь с предками, память о прошлом. Далее в программе о важных делах, главных достижениях и хороших людях Ельского района. О Ельской земле и ее жителях говорили. Благодарим мы этим добрым вечером. Дорогие друзья, в студии наши гости. Галина Михайловна Ильюк, заместитель председателя Ельского районного исполнительного комитета. И Светлана Николаевна Бугаенко, начальник отдела экономики Ельского райисполкома. Добрый вечер! Добрый вечер! Галина Михайловна, Ельский район специализируется на сельском хозяйстве. Скажите, пышен ли каравай 2017 года? Ну, я думаю, что всем известно, что легкого хлеба не бывает. И каждая уборочная страда сложна по-своему. Нынешний не стал исключением. Но вместе с тем, в этом году у зерновых колоссовых культур произведено 30,5 тысяч тонн. При урожайности 30,7 центнеров с гектара. Ну, а пышности каравая можно судить на примере наших караваев, которые мы привезли, находятся у нас в студии. Да, пожалуйста, мы попросим нашего режиссера взять крупно эти караваи. Но не только смотреть будем, но и разговаривать. Что особенно хорошо удается выращивать в Ельском районе? Что хорошо растет? Особенно хорошо удается выращивать кукурузу. Именно этой культурой было засеяно более 10 тысяч гектар у нас в районе. Ну, а более подробно информацию о работе аграриев Ельского района, я думаю, что могут рассказать присутствующие в студии специалисты управления сельского хозяйства. В зрительном зале присутствует Василий Васильевич Тарасенко, начальник отдела экономики управления сельского хозяйства и продовольствия Ельского райисполкома. И главный агроном, субсовхоз-коммунист Андрей Милещенко. Василий Васильевич, спасибо. Василий Васильевич, чем могут гордиться земледельцы и животноводы Ельщины? Да, наш район действительно в 2017 году получил в сельском хозяйстве определенные успехи, особенно в земледелии. Порадовали не только зерновые, но и ряд других культур. У нас высокий урожай картофеля получен, 288 центнеров за гектар, это выше, чем в целом по области. Высокий урожай рапса получен, 22 центнеров за гектар, тоже один из высоких урожаев в области. Особенно порадовала нас кукуруза. Мы собрали зерна кукурузы на 1 гектар, 77 центнеров, это тоже самый высокий урожай в области. Зеленую массу кукурузы тоже мы получили 268 тысяч тонн. Это 166% к уровню прошлого года. Это позволило нам заготовить 220 тысяч тонн кукурузного силоса, что позволило нам, району, занять третье место в областном соревновании по заготовке кормов. Молодцы. Скажите, пожалуйста, вот лучшее предприятие Ельского района, их можно назвать? Да, это Ксупсовхозкоммунист. Вот представитель Ельского района. Андрей Милещенко здесь. Хотелось бы добавить, что в этом году среди сельскохозяйственных организаций нашего района мы заняли первое место на уборке зерновых, закончили первое. Получили в этом году весистый каравай 7200, урожай составило 39 центнеров. Здорово. Самый высокий. Скажите, пожалуйста, Андрей, а вот молодые специалисты, чем они у вас обеспечиваются в хозяйстве, если молодой приходит? Ну, приходят, когда молодые специалисты, им предоставляется жилье, также мы им помогаем денежными средствами и в рассрочку предоставляем на длительное время первую бытовую технику, услуги, ну, все, что требуется для проживания. Кстати, сколько лет вы работаете? Я работаю 12 лет. И, насколько мне известно, вы приехали и закрепились в Ельском районе? Я сам приехал, сам с Браинского района. Уже работаю и живу 12 лет. Там и женился. Ну, очень нравится хозяйство, Ельщина вообще. Очень интересная и красивая района. Спасибо большое за ваши ответы, спасибо. А что представляли ельские кулинары на республиканском смотре качества хлебобулочных изделий с макота? И за что получили две золотые медали? Не первый год участвуют представители хлебозавода Ельского райпо в различных конкурсах, в том числе международной выставке хлебопеки, хлебное и кондитерское дело. В 2016 году они участвовали в республиканском конкурсе качества смакота 2016 и получили две золотые медали. Значит, это сдоба фантазия и кекс пасхальный. В 2017 году они также представляли наш район успешно на областном конкурсе хлебопек 2017 и тоже получили определенные, добились определенных успехов. Ну, вот это те прекрасные булочки, которые пахнут на всю студию, невозможно удержаться. Это изделия ельских хлебопеков и кондитеров, да? Да, да, да. Вот именно изделия, за которые они получили свои золотые медали. Сельское хозяйство составляет основу экономики района, но нельзя не упомянуть и о ферменной продукции промышленных предприятий. Важнейшими из производства являются у нас это деревообработка и пищевая промышленность. Ну, вот о кукурузе Василий Васильевич говорил, о полях кукурузы, а про горошек ни слова. Скажите вы о нем. Основным производителем пищевой продукции является ельский консервный завод. Мощность завода в год, он может выпускать более 5,5 миллионов условных банок плодовочных консервов. Более рентабельной и ликвидной продукцией является производство зеленого консервированного горошка. Мощность линии более 2 миллионов условных банок. Кстати, оливье под Новый год готовят только из ельского горошка? Хозяйки ельщины или и другой предпочитают тоже? Только из ельского. Только свое? Конечно. Молодцы. Натуральный продукт. Да, без добавок он. Так, а мебельное производство чем может похвалиться? И вот деревообработка у нас представлена ельской мебельной фабрикой. Это филиал открытое акционерное общество, Мозорский док. Это предприятие старейшее, одно из старейших предприятий района. Ему уже более 100 лет отмечалось в прошлом году. Удельный вес в объеме промышленной продукции района, он довольно-таки весомый, это предприятие, более 33%. Так. Но предприятие совершенствуется, развивается. Модернизация данного предприятия позволила, во-первых, повысить качество продукции, снизить затраты, значит, получить более конкурентную продукцию, то есть расширить рынки сбыта, в том числе и за рубеж. И говоря о выпускаемой продукции, это основная продукция мебельной фабрики, это мебель для сидения из массива. Это довольно-таки редкое производство. Это стулья прекрасные, крепкие, качественные. Да, из массива стулья, столы. Спасибо. Светлана, а какую динамику имеют показатели развития малого предпринимательства Ельского района? Понятно, что не все же заняты в производстве, на сельском хозяйстве. В последние годы наблюдается положительная динамика по развитию малого и среднего бизнеса в Ельском районе. Например, выручка, удельный вес выручки субъектов малого и среднего предпринимательства увеличен до 40% в общем объеме выручки района. Поступление в бюджет до 20%. Количество малых и средних предприятий выросло практически в два раза, индивидуальных предпринимателей в один и три раза. Это занято в производстве, в частном бизнесе, тоже увеличилось практически в 2,7 раза. И удельный вес достиг 25% занятых в малом и среднем бизнесе. Спасибо. А вот солнечная электростанция, это уже реализованный проект в Ельском районе? Реализованный. Инвестиционный проект? Он осуществлялся у нас на территории района в рамках декрета номер 10 о создании дополнительных условий инвестиционной деятельности в Республике Беларусь и Ирландской компании. Он осуществлялся на протяжении 4 лет, с 2013 по 2017 год. В октябре 2017 года он закончен, реализован. Установлено более 61,5 тысячи солнечных батарей. Но они работают, все положено. Да, мощность станции более 14 мегаватт. Создано 8 рабочих мест. Но мы говорили о том, что это один из южных районов Гомельской области. Совершенно верно. И солнечных. Я так понимаю, что на этом Ельчане не остановится. Возможно, появится еще одна электростанция. Или я ошибаюсь? Реализация данного инвестиционного проекта не случайно выбрана на территории Ельского района и Браинского района. Это два района, которые имеют наибольшее количество солнечных дней в Аду. Которые отвечают за белорусское солнце. Спасибо. Если говорить о солнечных ярких событиях Ельского района 2017 года, нельзя не вспомнить награды жителей Ельщины. Я приглашаю в студию педагогов. Валентину Яковлевну Трошко, учителя математики Ельской районной гимназии. Валентина Яковлевна, добрый вечер. Юлию Дудареву, руководителя вокального ансамбля «Реха» и Георгия Пиголя, протеерея Ельской свято-троицкой церкви. Добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Валентина Яковлевна, медаль за трудовые заслуги вы получили в начале учебного года, в конце августа, да, из рук президента Республики Беларусь. О чем думали, когда готовились к торжественному приему? О чем думала, не скрою. Мне приполняло определенное волнение. А когда уже я получила награду из рук президента, то я чувствовала гордость за все учительство и за себя в том числе. Наверное, за все учительство Ельщины, правда? Ельщины, да. И вот эта награда, она говорит о том, что все-таки достойный труд в нашей стране, он ценится, но и он обязательно будет замечен. Правда? Он замечается и ценится. Ольга Снаековна, я как будто вместе с вами пережила те минуты. Я вот чувствую ваше волнение и сама вместе с вами переживаю, как будто бы вот, ну, наблюдала за этим. Спасибо вам за ваш ответ. Ваш педагогический стаж почти 40 лет или уже 40 лет? Нет, будет в августе. Будет в августе, почти 40 лет. Перед вашими глазами прошли поколения учеников. Это, наверное, уже 3-4 поколения, правда? В чем особенность нынешнего поколения учеников? Ну, я хочу сказать, что в каждую историческую эпоху, как вы сказали, всегда были талантливые, умные, трудолюбивые ученики. Но были такие, которых приходилось убеждать учиться. Которые учили учителей, правда? Как можно нарабатывать свой стаж. Да, быть дисциплинированными, быть воспитанными. А нынешнее поколение учеников, их отличает более самостоятельность, независимость, а порой даже амбициозность. Это хорошо, Валентина Яковлевна? Ну, да. Это хорошо, да. И вообще, современные ученики, они живут в мире информационных технологий. Они свободно владеют в этом пространстве информационных технологий. Они добывают достаточно много дополнительной информации. Это их плюсы и их минусы, согласитесь. Да, есть и плюсы, есть и минусы. Чего больше, это еще вопрос, может, больше и плюсов. Они дополнительную информацию получают по образовательным предметам и даже просто для своего развития. И в настоящее время появились новые специальности, новые виды профессий. Поэтому я считаю, что все-таки каждый ученик именно вот настоящего времени, он мечтает реализовать себя в той иной сфере. Спасибо. Скажите, пожалуйста, каких результатов добились ваши ученики? Если брать учеников прошлых лет, они получили хорошее образование. Они юристы, они экономисты, они учителя, они руководители предприятий. Есть и те, которые живут в Ельске, в Ельском районе. Есть, живут и в Ельске, в Ельском районе. Ну, а если брать настоящих учеников, именно сегодняшних, то они получают качественное образование по математике, они успешно сдают централизованное тестирование, они являются победителями третьего этапа и заключительного этапа Республиканской Олимпиады по математике. Ну, я хочу сказать последнее, что мы только что буквально 11 января приехали... Ученица, смотрите! Ну, это она стала... Екатерина. Да, диплом третьей степени на Республике. Да. И первой в области. Прекрасно. И вот мы только что 11 января приехали с третьего этапа Республиканской Олимпиады по математике. Мои два ученика выступили, я считаю, успешно. Вот Матюшова Екатерина, она получила диплом второй степени, а Холодович Александр, учащийся десятого класса, диплом третьей степени. Вообще, я хочу сказать, что я горжусь своими учениками, люблю их всех и горжусь ихними успехами. Спасибо, спасибо, конечно. Конечно. Чем порадовали в целом учебные заведения Ельщины 2017 года? Галина Михайловна. Порадовали нас в прошлом году учащиеся Ельской районной гимназии средней школы номер 2 города Ельска на заключительном этапе Республиканской Олимпиады по учебным предметам математика, в том числе ученица от Валентины Яковлевны, и трудовое обучение, получив три диплома. Наши учащиеся трое приняли участие с областной командой в заключительном этапе и стопроцентно выступили на заключительном этапе. Ну и в течение последних пяти лет учащимися района на заключительном этапе Республиканской Олимпиады завоевано 9 дипломов. Спасибо. Это очень хороший результат. Я думаю, что 2018 год обязательно принесет новые награды. Спасибо большое. Отец Георгий, сколько лет назад были проведены первые духовно-нравственные встречи в учреждениях образования Ельска с вашим участием? Это уже прошло время, 8 лет назад. Я буквально 2 года практически уже прослужил на своем приходе. И только тогда мы совместно с нашим отделом образования начали разрабатывать такую маленькую уже программу свою, районного масштаба, по согласованию нашей Туровской епархии и Гомельской области. И там уже началось развитие как и духовно-просветительских встреч, так же духовно-нравственного образования, которое на сегодняшний день успешно у нас проходит. Но они проходят и в детском саду, и в школе. Это один проект, но разное. И кто на них присутствует? Только ли ученики, воспитанники? Нет, присутствуют, конечно же, сами воспитанники, ученики, присутствуют родители, присутствуют педагоги, те, которые с ними очень хорошо занимаются. Также присутствует духовенство, начиная с самого Владыки. Ну, естественно, наше духовенство, которое окружает нашу епархию, это Наравлянский и Ельский район, так же Смозорского района, благочинные наши. А как появился и как развивается проект? Вот вы сказали, что уже 8 лет. За 8 лет серьезное развитие может любой проект получить, а этот? И этот у нас успешно шагает, как я говорил. Этот проект у нас уже имеет продолжение. В воскресной, дальше даже школе, потому что изначально воскресной школы у нас не было. Появился этот проект, как я говорил, благодаря соглашению между Туровской епархией и также Гомельской епархией и вместе с Гомель облсполкомом. Тот, который дает для малыша, либо же уже для учащегося, свое духовное развитие, то есть свой духовный путь, где он его начинает, как раз-таки уже со скамьи школьной, либо же со скамьи самого детского садика, но и продолжает уже потом в храме, то есть в нашем Ельском храме. Отец Георгиевич, ну будет неправильно, если я не спрошу о результатах. Какие результаты вы наблюдаете? Результаты очень хорошие, положительные. Наверное, могу привести один пример. Тот, который радует не только Ельск, но и Гомель, так как уже в Гомельском, нашем Петропавловском, вернее, здесь в вашем Гомельском Петропавловском храме поет наша одна воспитанница, та, которая получила свое начало как раз-таки в Ельском храме, благодаря нашей Юлечке, которая является регентом наших малышей. Но и не только. То есть это перспектива на духовное возрастание, перспектива на духовно-нравственное развитие. Так мы живем в социуме, тот, который требует как раз-таки духовно-нравственного воспитания. И этого не только воспитания, но и воплощения в духовно-нравственной жизни, но и перспектива потом в последствии, как и поступления на легенские классы, так и в духовную семинарию. Это духовный рост каждого гражданина нашей страны. Спасибо большое, спасибо. Юлия, одним из ярких событий стало присвоение ансамблю Реха звание стипендиата Фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Это случилось в конце июня 2017 года. Скажите, это как-то повлияло на развитие коллектива, на его гастрольный график? Конечно же, да. Для нас это стало не только большой радостью, но и огромной ответственностью. Симпедиантами премии президента стал старший состав ансамбля, и это послужило хорошим примером для младших участников. Что касаемо гастрольного графика, то лишь можно добавить, что наш ансамбль взял диплом Гран-при в городе Чернигове на Украине. И вас чаще стали приглашать? Да, да. Это какие-то духовные мероприятия или не обязательно? Нет, разнообразные. То есть мы и в белорусской народной музыке, и в духовной музыке вращаемся. В продолжении вопрос. В какой манере работает коллектив? Ансамбль работает в академической манере. Исполняем наголосные произведения капелла. Ну, вы сказали, что есть старшие группы, уже выпустившиеся, да, есть маленькие. Вот сколько возрастных групп в коллективе, и сколько всего участников? Так, в ансамбле у нас 15 участников. Из них шестеро – это концертный состав. Двое недавно дебютировали, приняв участие в городе Мозыре в концерте, посвященном рождественским встречам. А остальные ребята к нам недавно пришли, поэтому у меня набираются опыта и знаний. Юлечка, скажите, а хватает вот ребят из Ельского района, талантливых, хватает, чтобы взять к себе в коллектив? Это же еще тоже, понимаете, такой репертуар, может быть, не каждому понравится. То есть вы не испытываете дефицита участников? Хватает. Хватает, да. Много талантливых на Ельщине. Да. Хорошо. И какие творческие вершины в ближайшее время планируете штурмовать? Ох, у нас очень масштабные планы. Но главным событием для нас является сейчас то, что ребята прошли во второй отборочный тур международного конкурса православных песнопений «Калужский благовест», который пройдет с 7 по 10 февраля в городе Гродно. И организатором его является Гродненская епархия. Поэтому пожелайте нам удачи. Мы желаем вам удачи и покорения новых творческих вершин. Ну а прямо сейчас я приглашаю в студию вокальную группу «Реха», а вам предлагаю занять места в зрительном зале. Спасибо. Слава Отцу и Сину и Святому Духу И ныне, и призна, и во веки веков, во веки веков. Аминь. Единородный сын и славы Божий бессмертенцы, И звоним и спасение, спасение наше благороди. Песня. 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 Аплодисменты. 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 В республиканском канале. Да, да. Это был проект «Оксаны вечер» на пероту минулое. Интересный обряд у нас именно свой. Обряд первой борозды в агрогородке Ремезы. Хорошие и своеобразные колоритные праздники проходят в агрогородке Добрынь под названием Спас, который объединяет три Спаса. Хлебный, яблочный, медовый. Посетители могут не только там полакомиться мёдом, Ну и приглашаем священнослужителя, чтобы осветил плоды природы, овощи. Чтобы такие результаты, мне кажется, получать, в Ельском районе проводят кропотливейшую работу по сохранению культурного наследия, по развитию этих новых проектов. Это просто чувствуется заметно. Это да. У нас много творческих проектов. И вот еще один я бы хотела тоже назвать. Это проект методического нашего центра «Ярмарка талантов фарбы спадшины моей», который проходит один раз в два года по разным агрогородкам. Вот и в прошлом году этот наш творческий проект был организован на базе Заширского культурно-спортивного центра. Я вот, кстати, Заширье, вы упомянули, что это за ремесленный дворик в деревне Заширье? Если говорить о Заширье, то в первую очередь, наверное, нужно сказать о людях, которые там работают. Потому что это, скажу на белорусской мове, а понтанный коллектив, ну буквально. Потому что настолько там плещут идеи, и ну просто невообразимо. Низкий поклон этим людям. Руководит коллективом Евгения Шадрина. У них семь коллективов со званием «Народные работы». Семь коллективов в одной деревне, в одной большей деревне. Да. И мероприятие, которое там проводится на высочайшем уровне, ремесленный центр, что это собой представляет. Это такой проект, конечно, он еще в проекте. Но тем не менее, вот именно этой ярмаркой талантов, которая там проходила, мы делали это на территории Приклубной. На Приклубной территории это продолжение ремесленных традиций. Я говорила уже, что мы сохраняем. Это и устно-поэтическое творчество, и ремесленные традиции, и так далее. У нас создана большая краеведческая база для сохранения ремесленных традиций. У нас работает в районе Ельский районный центр ремесел, который развивает виды творчества соломоплетения, бисероплетения, вышивка. А гончарное дело? А вот в продолжении этого у наших коллег в Зашире созрела идея по сохранению именно ремесленных традиций. Поэтому там создана именно силами работников. Гончарная мастерская? Гончарная кузня и бандарное дело. Это здорово. Да, это вот у нас в проекте пока. Но вот есть база, которую нужно еще немножко наполнить. Спасибо. В государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включено 7 материальных объектов наследия района и один нематериальный. Это песенное творчество Козловского фольклорного коллектива. Что это за коллектив? Несколько слов. Если говорить вообще в целом о деревне Козлы, то это уникальнейшее место. Оно как крыничка родниковая. Кто бы там ни был и кто приезжает в первый раз, это вообще просто удивляется. Им просто невероятно. Потому что эта первозданность, она сохранилась во всем. И в быту, и в отношениях, и в общении, и в гостеприимстве. И это же находит свое отражение и в творчестве, в том числе и в песне. Так как песня сопровождала всю жизнь белоруса-труженика. У наших бабушек Козловских более 100 песен в репертуаре. Сегодня мы как бы... А как называется коллектив, Татьяна? Фольклорный гурт деревни Козлы. Все, я поняла. Просто. Сегодня мы не можем обойтись без компьютеров, без подсказок. Мы сегодня перед мониторами волнуемся все. А наши бабушки, вот одна из них, солистка и главная там в этом коллективе, пивония Сугак. У нее спроси, ну пивонюшка, запусти вот песню, даже начну. А она начинает, а наш па, она молоденький и 100 куплетов подряд. И не забудет ни одного куплета. И не нужна подсказка, правда? Не нужно ничего, ничего. И тоже вот у нас было записано, тоже это проект Оксаны вечер на пироту минулое. Две передачи с их участием. Это дожиночные и масленичные мероприятия. Спасибо. Как заявляет о себе Ельщина Культурная, мы понимаем. Еще продолжим разговор. А вот Ельщина Спортивная. Вы богаты на рекордсменов, Галина Михайловна? Ну что могу сказать, что спортивный резерв, подготовку спортивного резерва у нас осуществляют два учреждения. Это учебно-спортивное учреждение, специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва. И учреждение детско-юношеская спортивная школа профсоюза работников агропромышленного комплекса. И там работают творческие педагоги, тренера, преподаватели. Конечно же, все это профессионалы своего дела, и их работа дает определенный результат. Так мы можем гордиться участниками Олимпийских игр. Значит, они выходцы из нашего района. Это Елена Немержицкая, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Это Щербаченя Станислав, мастер спорта международного класса по академической гребле. Это Анна Мозгунова, мастер спорта по легкой атлетике, участница Всемирной универсиады. То есть и сейчас у нас тоже наши ребята ежегодно выступают на районных, республиканских, областных соревнованиях. И тоже это дает свои результаты. А какие виды спорта культивируются в Ельском районе? Данными школами культивируются такие виды спорта, как легкая атлетика, настольный теннис, дюдо и футбол. Я знаю, что в зрительном зале присутствует Александр Петрович Коляда, тренер-преподаватель по дзюдо Ельской детско-юношеской спортивной школы. И Валентина Трошко, член национальной сборной Республики Беларусь по дзюдо, выпускница Ельской детско-юношеской спортивной школы. Добрый вечер. Как много ваших подопечных выбрали спортивную карьеру? Скажите. Спортивную карьеру выбрали. Во-первых, у нас занимается в районе где-то около 130 человек дзюдо. Это детей. Спортивную карьеру ярких выступлений намечается у человек 10-12. Это не имеется в виду область и республика даже. Это имеется в виду первенство Европы и мира. То есть буквально за последних три года у нас порядка 6-7 человек были призерами названных мной соревнований. Александр Петрович, ну это же прекрасно, когда пусть люди даже и не продолжают спортивную карьеру, правда, но они ведут здоровый образ жизни. Ну а понятно, уже рекордсменами будем гордиться. Назовете фамилии? Значит, смотрите, вот рядом со мной сидит девочка. Девочка, девушка, красавица. Она уже национальная сборная. Вот это, естественно, наша Валентина трошка. Также нельзя не отметить приставка Юрию. Нельзя не отметить Давидюка Александру Глёза, Марию. С мальчиком на первом месте идет Данилюк Дмитрий вообще. Я только хотела сказать, что только девочек перечисляйте. Мальчишки занимаются? Вы будете смеяться, но вот у меня есть группа, 14 человек в деревне. Там 12 девочек, 2 мальчика. А что так? Почему девчонки? Ну вы им задавали вопрос? Валя, почему девчонки? Ну потому что, наверное, девчонки намного смелее мальчиков, что они так... Ну потому что, если бы кто-то из мальчиков хотел что-то достичь в спорте и хотел продолжить свою жизнь со спортом, он бы шел в зал и тренировался, а не сидел дома за компьютером или телефоном. Так, ну это такой укол, да, ну это хорошо, хорошо. Валентина, скажите, пожалуйста, вот возможно ли сегодня делать первые серьезные шаги в спорт именно вот в таких маленьких городках, в деревнях? Возможно ли это? Конечно, возможно. Ну, как бы, я пришла первый раз в зал, мне было очень страшно, что у меня что-то не получится, и меня могут там, ну, ударить или что-то еще сделать. Но я пришла, я показала себя, что я могу, и я нахожусь сейчас в училище Олимпийского резерва, я тренируюсь. И Сергей Петрович Кухаренко, это мой сейчас тренер, который со мной занимается, я ему очень признательна, он в меня верит, и у нас все с ним получится. Конечно, безусловно. Сейчас еще выяснится, что дзюдо самый нетравматичный вид спорта. Ну, Валентина точно скажет так, правда? Ну, да. Какие ориентиры при подготовке к соревнованиям ставят себе спортсмены? Не знаю, Александр Петрович, вы, Валентина, ответите. Ну, далеко ходить не будем. 10-го, 19-го было первенство Гомельской области, по первому, третьему году, 2001-2003, наша команда Ельска заняла третье место. То есть мы пропустили вперед Гомель и Гомельская родственная команда. И следующий Ельска. Следующий Ельска. Спасибо вам большое. Слышу звуки гармонии. Грай, гармоник! Говорят, ельские гармонисты лучшие в области. Безусловно, наши гармонисты самые лучшие в области. Это говорит, что каждый фестивальный год наши гармонисты-солисты занимают призовые места. А также наш ансамбль Ельские музыки тоже остается, не остается без призов. Аплодисменты, спасибо. Скажите, Владимир, где в районе можно обучиться игре на гармошке? Это можно обучиться в филиале АГКочище на народном типоотделении, но это идет как народное творчество. Открыли с этого года класс гармонии, прекрасного инструмента. Вот, пожалуйста, с этого года. Я знаю, что очень много самородков, людей, которые сами играют и учатся. Ну, в принципе, брали на баян, сейчас они опробовали баянщик. А потом гармошечку говорят, нет, давайте лучше на гармошечке. Спасибо. Алексей, я знаю, что вы стояли у истоков фестиваля Грай Гармоник. Да. Это был какой год? Это были 90-е годы. Короче, у меня, я руководитель ансамбля гармонистов в деревне Ремезе, ну, Ремезовская СДК. Это я ним открыл. Было у меня пять человек гармонистов, все были пенсионеры. Но мы играли в основном все народные танцы, всегда во всех вечерах участвовали, на всех массовых гуляниях. Вот, короче, везде мои гармонисты имели большое преимущество. Играли... Самые веселые гармонисты в области, как минимум. Да, и назывались Ремезовской музыки. Ну что ж, подарите нам музыкальный номер, пожалуйста. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! С 91-го года имел разные форматы проведения от концерта и вот дошел до статуса регионального фестиваля. В номинации будет у нас несколько, четыре одной номинации дополнится фестиваль. Это вокальные коллективы, имеющие в сопровождении живой аккомпанемент гармонии. Вот, потому что эта номинация была востребована, судя по последнему фестивалю. Самая любимая номинация – это гостеприимные дворы Ельские. Ну, это как не номинация, а просто дополнение к фестивалю, который с удовольствием посещают все наши гости. Сельское подворье. Спасибо большое, Татьяна. Ну, сегодня мы узнали очень много интересного и полезного о Ельском районе. И я не могу вас отпустить без пожеланий для жителей Ельского района и всей Гомельской области. Пожалуйста. Ну, во-первых, хочу сказать, что все, что сегодня является гордостью района, создано самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом ельчан, благодаря которым строится и развивается наш город, который относится к своему городу с любовью. Я желаю нашему району благополучия, пусть он растет и процветает, строятся новые постройки, ярких нам событий и мероприятий в будущем. Ну, а всем жителям Ельского района, Гомельской области я желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи, любить свой город, ну и, конечно же, чтобы все у нас получалось. Я думаю, что так оно и случится. Конечно же, аплодисменты. Я благодарю вас за то, что вы нашли возможность, приехали такой просто огромной делегации в студию, рассказали, показали. Получилась, ну, полнейшая картина о Ельском районе. Дорогие друзья, в финале программы я хочу пожелать доброго здоровья, успехов и радостных дней жителям Ельского района и жителям всей Гомельской области. Это был добрый вечер. Всего доброго. До следующей встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok